здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный легендарный киевский торт быстрый его вариант без глютена готовить я его буду простым ручным миксером получится у всех по этому способу этот тортик он будет не круглая прямоугольный у нас в этот раз классический вариант киевского торта есть на моем канале уже пару лет ссылочку вам оставлю в описании мне понадобится сейчас 140 грамм орехов кешью орехи я здесь взяла обжаренные на мой взгляд вкуснее с обжаренными орехами получается и их измельчаю просто вот так вот скалкой в пакете вы же можете измельчать в измельчители здесь вы конечно можете брать абсолютно любые орехи во-первых грецкие орехи фундук я также вторым орехом здесь буду использовать миндаль потому что он нейтральный во вкусе и благодаря этому орех кешью будет доминировать во вкусе все на ваше усмотрение высыпают пока что в миску я здесь просто для наглядности высыпаю в миску чтобы ничего никто не перепутал здесь у меня 120 грамм молотого миндаля добавляю туда кешью и также 40 грамм кукурузного крахмала безглютеновую версию готовлю поэтому добавляю кукурузный крахмал можно взять обычную муку в классическом рецепте и идет мука 10 яиц среднего размера я разделяю на желтки и белки очень важный момент если у вас белки не состаренные то есть вы их не оставляли на сутки можно взять как я в этот раз просто яйца которые у меня постояли при комнатной температуре несколько дней и использовать эти яйца в том видео моем по приготовлению классического киевского торта круглого я говорю о состаренных белках поэтому я оставлю вам ссылочку вы пожалуйста посмотрите я говорю там о состаренных белках также итак здесь у нас 10 белков добавляю туда щепотку соли 2 пакетика ванильного сахара взбиваю до состояния такой пышной пены и добавляю сейчас порциями 300 грамм сахара здесь можете брать и сахарную пудру более мелкие старайтесь брать сахар желтки для крема у нас остались как вы видите я их накрыла обязательно крышечкой перемешала предварительно чтобы они у нас не покрылись пленочкой потом уже ничего с ними невозможно будет сделать и так белки у меня взбивались примерно 5 минут маломощный ручной миксер 300 ватт вот до такой глянцевой устойчивой меренги красивой сейчас увожу туда порциями очень аккуратно это здесь у меня просто ускоренная запись идет бережно в несколько приемов круговыми движениями вот такими складывающимися я ввожу всю сухую смесь духовка у меня здесь внимание разогрета на 150 градусов цельсия выпекать здесь я буду с конвекцией делать я это буду просто чтобы это все было побыстрее если у вас нет конвекции вдруг в духовке здесь следует тогда без конвекции выпекать этот корж при температуре 120 градусов цельсия примерно два с половиной часа это все уже по вашей духовке я сейчас с конвекции буду выпекать 60 минут ровно один час 150 градусов цельсия все это напишу в описании к данному видео разравниваю обязательно и убираю выпекаться духовку не открываю во время выпекания если вы захотите вдруг сделать этот вариант круглым именно с таким же временем в опекании тогда следует брать большой диаметру этого торта и у вас будет только два коржа или же три коржа по 16 сантиметров в диаметре и коржи также будут невысокими прошел ровный час я извлекла уже корж из духовки вынимаю его сразу еще в теплом виде из формы и сразу же снимаю его с этого пергамента для чего я все это сейчас делаю чтобы разрезать эти коржи пока они еще мягкие они еще недостаточно такие твердые только боковины вот так вот уже испеклись что они до сухого состояния я разрежу сейчас на три абсолютно равных коржа чтобы тортик выглядел идеально ровно потому что потом когда коржи уже совершенно высохнут разрезать идеально ровно их просто не получится остатки от торта мы конечно же будем использовать для обсыпки торта боковины торта и сейчас когда я вот их разрезала вы можете их уже оставить так и кушать кто любит мягкий вот такой киевский торт это все на ваше усмотрение я люблю чтобы он был просушенный и буду дальше выпекать высушивать при температуре 120 градусов цельсия в моей духовке примерно 45 минут то есть в разы быстрее производится здесь выпечка чем в круглой форме потому что если вы делаете такой домашний вариант так гораздо быстрее и удобнее итак а в это время я приготовлю крем шарлот 300 миллилитров молока отправляю туда 420 грамм сахара и 16 грамм ванильного сахара мне здесь уже с ванильным сахаром вместе перемешиваю все и довожу эту молочную смесь до кипения желтки я убирала в холодильник потому что очень жарко все-таки в помещении в более крупную посуду перелила просто здесь все это я делаю для видео вы сразу можете просто эти желтки в большую посуду разделять накрыла тоже крышкой чтобы желтки не заветривались молочная масса у меня закипела и я ее на умеренном огне проваривала еще ровно две минуты сейчас аккуратно вливаю ее в желтки желтки не сварится вот так вот на лопатку можете силиконовый просто наливать и так будет очень удобно сироп такого полупрозрачного вида будет молочный вот этот сахаром так и должно быть если вы новичок лучше здесь брать большой ковшик для варенья сиропа чтобы вам удобнее было наливать сразу держать за ручку в желтки отправляю обратно кастрюлю на плиту вливаю в нее сейчас всю желтковую смесь полученную и сейчас на очень умеренном огне довожу всю эту смесь при непрерывном помешивании до кипения желтково-молочную скажем так здесь очень важно на очень умеренном огне все это варить чтобы желтки не свернулись но они и не свернутся потому что вот этот сахарный молочный сироп он очень хорошо препятствует вот этому сворачиванию и здесь очень важно постоянно помешивать то есть не останавливаясь здесь я просто останавливаюсь чтобы вам показать как выглядит масса и как только она у меня закипит я даю и прокипеть еще примерно полминуты 20-30 секунд на очень умеренном огне когда уже пойдут вот такие характерные пузыри провариваю слегка она загустеет уже эта смесь и сразу же снимаю с огня то есть максимум 30 секунд со времени появления вот этих вот пузырей переливаю через сито потому что когда я разделяла желтки и белки у меня белок попадал сюда в желтковую массу поэтому я перетру все это через сито сейчас вы можете так же сделать можете не делать этого я люблю чтобы крем был красивый крем шарлотта вообще очень красивый убирают до комнатной температуры остывать и так у меня прошло около 45 минут коржи мои полностью высохли при температуре 120 градусов цельсия режим верх-низ с конвекцией их сушила это вот второй раз когда я их сушила завершаем приготовление крем шарлотт 500 грамм размягченного сливочного масла я по взбивала примерно около трех минут заварная основа остыла у меня до комнатной температуры ни в коем случае она не должна быть холодной здесь сейчас добавляю туда несколько капель ромового ароматизатора вы можете столовую ложку коньяка туда добавить в крем это все на ваше усмотрение я делаю безалкогольный вариант и всю заварную основу сейчас остывшую до комнатной температуры и я ввожу в масло сразу взбиваю сразу крем густеет на глазах обязательно масло должно быть не ниже 25 градусов цельсия чтобы у вас не свернулась эта масса вообще обычно без крахмала масса не сворачивается я имею ввиду заварная основа если сварена без крахмала крем очень красивый получается глянцевый идеально весь соединяется и все пропорции напишу вам в описании к данному видео этот крем является превосходной альтернативой обычному масляному крему на сгущенном молоке этот он изысканный на вкус крем получается крем шарлотт из него также можно делать цветы их также можно замораживать эти украшения то есть крем удивительно вкусный устойчивый желтков можно взять поменьше есть не 10 желтков а 6 можно взять на эту порцию когда масса полностью объединилась крем уже готов он глянцевый очень красивый сейчас крем я делю на 3 равные части и буду уже наполнять им торт вот смотрите как стучат коржи у меня начинаю сборку торта первые две части сейчас выложим без какао и третью часть я сейчас сделаю с какао по вкусу получается идеальный киевский торт кто захочет сделать по классическому рецепту проходите пожалуйста по ссылке я вам оставлю в описании к данному видео на круглый классический киевский торт есть на моем канале сюда я добавила сейчас столовую ложку с горкой какао порошка в третью часть кремовой массы просто объединила все это до однородности те обрезки от коржей которые у меня остались я сейчас измельчила просто и сразу же покрыла ими боковины торта сейчас шоколадной частью крема я покрываю верх торта и от светлого крема я оставляла еще немножко крема и сейчас насадка у меня здесь 1м делаю самые простейшие украшения не делаю здесь классическое украшение от киевского торта с каштанами здесь на скорую руку такой домашний вариант вы же можете абсолютно любое украшение делать крем шарлот идеально держит форму из него также можно делать и цветы я убирала тортик примерно 4 часа в холодильник он у меня очень холодный сейчас идеально нарезается даже в холодном виде очень ровный получается у него разрез торт получается изысканно хрустящим необыкновенно вкусным если он у вас постоит полчаса при комнатной температуре он будет нарезаться гораздо лучше смотрите уже какой у него красивый разрез получается он весь просушенный как я люблю то есть идеально тающий во рту несмотря на свою вот эту хрупкость специально разрезаю при вас чтобы вы видели что разрезаю я обычным крупным ножом кухонным получается идеальные кусочки порционные когда у вас постоит он при комнатной температуре нарезаться он будет гораздо лучше как я уже сказала в начале видео если вы хотите чтоб тортик был прям мягким таким внутри достаточно будет его сушить 1 час при температуре 150 градусов с конвекцией в предварительно разогретой духовке все это я напишу в описании и вот такие вот хорошие кусочки меня получились то есть реально разрезать даже на такие мелкие кусочки и таким способом выпекать если вы хотите просто порадовать свою семью вкуснейшим киевским тортом выпекать гораздо быстрее изысканно хрустящий тортик прекрасно надламывается вилкой очень вкусный и я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео